Удачи О чём это ты? Ты забыл. Но не волнуйся, у меня всё ещё есть ключи от твоего разума. А теперь верни мне мой камень! Нет у меня твоего камня, и пошёл ты! Ха! Решил сразу потанцевать? Ну ладно. Почему бы и нет? Вот оно, самое лучшее оружие в игре! Самое крутое! Светильник! Ой! Сейчас я тебе устрою, ты не знаешь, что такое гнев светильника. Как эффектно! Очень эффектно! Да не надо меня учить, как драться, я сама умею. Какая живучая, а! Светильник её не берёт. Ну наконец-то. Пришло время мести. Вот и всё! Она была не так страшна, как казалось. Да, симпатично выглядит. Я думала всё! Знакомый голосок! Та самая дамочка, что в лифте застряла. Господи, как раз вовремя! Что происходит? Извините, я Сара Флорес, продавец произведений искусства, у меня тут встреча! Вы ведь не коп, да? Я и сам хотел бы это знать. Я не помню ничего до своего сегодняшнего пробуждения. Ни имени, ни адреса, ничего. О, мой спаситель ещё в худшем положении, чем я! Хей, кто-нибудь наверху слышит меня? Полиция! Кто-нибудь! Перестань кричать, они наверняка мертвы, а то и хуже. Тебя может услышать кто-нибудь. Кто-нибудь ещё? Знаешь, крысы плевать на нас хотели. Ты просто не видела, что этот сукин сын делает с людьми. Хватит! Единственный сукин сын здесь! Матерь Божья! Что это за твари? Очевидно, твои спасатели. Прокатились с ветерком! Что это? Не хочу знать. Не пытайся воспользоваться ситуацией. Не льсти себе. Ох, какая фипа! Вот так бардак! Что по-твоему тут случилось? Здание как будто пережило войну. Вот он, наш драгоценный фонарик. Как я давно тебя искала. Блин. Он, похоже, мёртв. О, боже! Зато мы на первом этаже. Расслабься. Это самое главное. Нам не придётся спускаться на лифте потихоньку. Удивительно, что они ещё живы на самом-то деле. Где мой пистолет? Надо заправить его горючим. Или что мы там в баночке нашли. Это очень поможет против всяких разных врагов. Врагов. Вот так. Самое оно. Таракашки-таракашки. Может быть ты отойдёшь? Я не хочу в тебя целиться. Ну всё. Терпеть не могу этих непонятных существ. Как здесь установить любимое снаряжение? Можно же как-то включить быстрый доступ? Только почему-то у меня его сейчас нет. Опа. Кого-то завалило. Это удивительно, что здесь всех не завалило. Здесь всё разрушается. Этот дом большой карточный домик. Как я говорила, я жутко боюсь высоток. Нет, 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 нет. Знаете, мне такое счастье не надо. Вообще даже заходить в такие здания. А вдруг на самом деле такое произойдёт? Я понимаю, что это глупо. Так думать, что это может произойти. Но вдруг произойдёт. Я не хочу оказаться в эпицентре. Нет уж, спасибо. Я говорю так быстро, потому что я очень, очень, очень нервничаю из-за всей этой ситуации. С моей боязнью высоких зданий. А что это у нас тут? Спрей от москитов. Если не ошибаюсь. Да, он нам очень сильно пригодится. Надеюсь. Можно было бы включить электричество, но если я сейчас включу его, то получается мы найдём лёгкий путь. А мы не ищем лёгких путей, забыли? Инвентарь пока пустой, так что берём всё подряд. Всё, что плохо лежит. Да, ну его! О, наконец-то любимое снаряжение можно установить. Теперь у меня всё время всё будет в быстром доступе. Потому что после каждой перезарядки патроны снова будут обычные, без огня. А они малоэффективны против местных мутантов. Точнее, неэффективны совсем. Зачем мне включать электричество, когда я могу выбить дверь? Это называется крутость. Не открывай дверь, выбей её. КОНЕЦ Да что ты прыгаешь? Не могу никак привыкнуть к управлению. Вот и все. Что, все? Да что ты прыгаешь? Ну реально. В Resident Evil такого не было, поэтому я по привычке нажимаю кнопки оттуда. Тяжело перестроиться. Да! Можешь пройти вперед и убедиться, что там все чисто? Я уже это делаю. Я чувствую твой страх. Так много вопросов. А ты, ублюдок, пришел дать нам ответы? Да кто же ты такой? Примкни ко мне. Больше никакой боли. Никакого страха. Нужно лишь умереть. Ты умеешь уговаривать. А да уж, Хэммотт самый запоминающийся зомби, как по мне в этой игре. Иди ко мне. Вот и все. Недолго же ты продержался, даже жаль. Такой запоминающийся зомби и так мало прожил. Опять огонь. Я не пойму, что здесь горит. Вроде здесь полы каменные. Или тут какая-то утечка была. А, вон. Навалилось. Дощечек всяких разных. Откуда только? Сейчас посмотрю наверх, и потолок обвалится. Но уж нет. Знаю я такие ситуации. Хотя огня здесь действительно много нарисовали. Ты вернулся, я так рад, Эдвард. Они напали на нас. Мне удалось уйти от Кроули и спрятаться здесь. Но он вернется за камнем. Боже. Я думал, что никогда больше не увижу твоего лица. Тише. Вы ранены. Знаешь его? Нет. Нет, не думаю. Вообще-то я... Он не узнает меня. Я Теофил Пэддингтон. Прости, Эдвард. Ритуал слишком сильно повлиял на твою психику. Большинство воспоминаний были принесены в жертву. За всем этим хаосом стоит Кроули. Он заставил меня достать камень. Теофил, если ты знаешь меня... Кто же я? Нет времени рассказывать. Теперь, когда он освободился, у нас нет выбора, кроме как пройти по тропе света, до того, как он поглотит весь город. Эй, старые времена, вспомните, как-нибудь другой раз за пивом идет? Тут оставаться опасно. Пошли. Дельная мысль. Хотя, знаете, вот это вот немножечко раздражает. Вот это вот уже заезженное клише. Когда человек спрашивает, кто я, или ответь мне на мои вопросы, все время говорят, нет времени рассказывать. По-моему, самое время. Почему нельзя искать выход и параллельно что-нибудь рассказывать? Вот он стоит там сейчас, ничего не делает, хотя мог бы открыть рот и что-нибудь рассказать. Не ищем легких путей. Нет, это слишком. Это слишком. Давайте угоним машину. Так прикольнее будет. Зачем искать ключ, когда можно угнать, да? Поехали! Пускай Сара немножко пусикует. Это не езда! Это убийство! Знаешь, никто не знал, что зарога разрушится. Я не хочу никого слушать, не хочу никого слушать, потому что... Я занята сейчас ездой. Я очень давно не садилась за руль в игре, я имею в виду. Хотя, если меня на самом деле посадить за руль, наверное, эффект будет точно такой же. Так что никогда, слышите, никогда не доверяйте мне машину! Сейчас я покажу, как водить надо. Мы что, должны это перепрыгнуть? Посмотрим. Успокойся, Сара, здесь профессиональный водитель. Мне нравится твой стиль. Правда? Я думала, если честно, что мы мимо прыгнем. Я сейчас всю тачку раздолблю, честно. Что заводило? Кто пустил меня вообще за руль, я не пойму. Давай, Тео. Приехали. Вот мы и приехали. Что ж, неплохо поводили. Было весело. Тут небезопасно! Нужно найти другую машину, он не может идти! Не волнуйся, Тео. Мы отвезем тебя в больницу. Нет, я в норме. Мы должны добраться до парка. А что там в парке? Ты скоро узнаешь. Да, как все время... Как все время нас обламывают со всякой интересной информацией. Ты скоро узнаешь, скоро узнаешь, скоро узнаешь. Да просто скажи, что тебе трудно, что ли? Я не думаю, что он настолько болен, что говорить не может. Опа. А у меня полный инвентарь уже. Здорово. Ну, приехали. Сейчас мы найдем другую машину. Свалим, все будет нормально. Стоп. Можно же было просто быстрым доступом. Ну, ладно. А раз уж я это сделала... Вот так. Вот так теперь все время буду делать. Все горит. Это очень сильно меня пугает. Пугало бы. Да что ты прыгаешь? Ну, никак не могу к этому привыкнуть. Привет. Трещина в полу. Где пистолет? Что ж ты делаешь? Фух. Мы ее убили. Фух. Я думала, сейчас придется бегать от нее. Потому что внезапно он убрал пистолет. Хотя я до этого приказывала ему экипироваться. Что ж ты за человек такой, Эдвард? Не понимаешь, что тебе говорят. Еще инвентарь такой. Хорошо, обвалилась. Ну что, сгорела уже? Могу я пройти? Могу. Лечебный спрей? Ну, наконец-то. Стоп. У меня два москитных спрея. Зачем они мне нужны? Мы можем подлечиться. Как давно я этого хотела, а? Уж прям давно напрашивалась. Вот еще один. Можно выкинуть уже эти спреи от комаров. Кому бы то они здесь сдались. Можете выходить. Безопасно. Я нашел такси. Ну, давайте устроим тест-драйв. Нам здесь оставили ключи? Здорово. Прямо вовремя. Никто уже... Никто на ней не уехал. Да что такое? Ну что заводило, а? Кто посадил ее за руль? Господи, ощущение, что этот отель бомбили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это эпицентр Я освободил затаившееся зло, веками жаждавшее мести Вот от чего я спас тебя, Эдвард Вот что было заточено в камне И оно собирается вернуть его, верно, Тео? Что там с этим камнем? Оно приближается, скорее в парк Пожалуйста, пусть повезет с первого раза Я ненавижу это место, я ненавижу эту погоню Ненавижу, ненавижу, ненавижу Нет Пожалуйста, никто не преграждайте мне дорогу Будьте людьми Проедем, проедем, проедем Куда вы прете? К эпицентру, а не от него, нормально мама дорогая ладно все будет хорошо все нам хана нам хана 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 все мы живы а мы живы это рано радоваться сколько сколько всего дорога трясется я ничего не вижу о нет все все нам хана нет проехали осторожно осторожно нет как-то времени думать о том что машину мы поцарапали вот это их подбрасывает да что же это такое получается эта штука за нами гоняется потому что все рушится только вокруг нас так здесь где-то должен быть поворот а вот он вот он вот он вот он о мамочки о нет все она сейчас нас догонит она догоняет здесь где-то опять поворот где поворот через через витрину ну ладно 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 она догоняет мы что проехали так это далеко не все это не все пожалуйста пусть текстуры не провалятся пусть все будет хорошо да это было не очень эффектно но мы прошли как мы приземлились мы же живы быстрее мы отправимся музей пока он не собрал еще большую армию какую армию о чем вы говорите все в порядке нет не в порядке он тяжело ранен а я схожу с ума сам рифтер со своей шкалой обалдел вы черт тихо слушай я тебя с собой не звал да заткнитесь вы оба эй успокойся теофил просто опусти пушку ладно ты только ты можешь остановить это эдвард я слишком слаб ты должен пройти по тропе света тебя готовили к этому всю твою жизнь какая еще тропа света о чем ты говоришь вот камень который ты так долго нес сейчас он безопасен однако в умелых руках ты наша единственная надежда я не буду твоей марионеткой слышишь встретимся в музее комната девятьсот сорок три нет я вижу это не в первый раз но обалдеть он сказал встретимся в комнате девятьсот сорок три и застрелился и как я должна это понимать спрашивается ух ладно опять на самом интересном месте но увидимся в следующей серии а пока спасибо всем за внимание за просмотр с вами была миссионер джейн подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии посетите мои творческие страницы вконтакте и на youtube ссылки найдете под видео или в шапке канала еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч друзья